здравствуйте как меня слышно как видно все хорошо если все хорошо поставьте плюсик в комментариях видно слышно но все отлично тогда давайте начнем хотя представлю с вами никита маслаков я являюсь чемпионом россии по флорболу так не все знают что такое флорбол давайте немножко расскажу флорбол это одна из родове из разновидностей хоккея и также в поле играют пять человек и один вратарь вот я проведу вам тренировку для юных флорболистов которая направлена координацию и на технику владения клюшкой пожалуй начнем и начнем мы с разминки как и во всех видах спорта разминка начинается с головы и все тело отминается до ног первое упражнение это начинает газ головы стойка ноги врозь руки на поясе наклоны головой вправо влево вперед назад через исходное положение то есть вправо исходное положение влево исходное положение хорошо тянем дозировка упражнений это должна быть 6 8 раз так дальше у нас плечевой сустав руки плечам круговые движения вперед и назад на 4 счета вперед и 4 счета назад также дозировка 6 8 раз срыхнули ручки так дальше у вас идут и рывки руками руки перед грудью 2 рывка с поворотом следующее упражнение тоже у нас рывки руками не правая рука вверх левая вниз также у всех упражнений дозировка 68 раз голову руки размяли следующая туловище круговые вращения в тазобедренном суставе также 4 счета вправо 4 счета влево туловище размяли переходим наклоны и растяжка наклоны у нас к левой ноге посередине к правой и исходное положение закончили руки прямые перед грудью махи ногами левой ногой правой руке правой ногой к левой руке стараемся чтобы нога была прямая ведь у меня это не очень получается кисти рук и голеностопа обязательно потому что за флор боли все резкие движения выполняются не на на ногах следующее упражнение это сет на правой перекаты с правой ноги на левую перекатик делали покачались потянули ногу также в обратную сторону следующее упражнение разомнем колени руки ложим на колени и вращение в коленном суставе в левую сторону также в правую сторону внутрь и наружу вот и в конце можно сделать 10 приседаний на этом разминка наша закончилась приступим к упражнениям с клюшечкой вот во флор боли у нас вот такой мячик пластиковый в дырочку и пластмассовая клюшка пишут начнем с самого основного это ведение мяча мяч с клюшкой перед собой ноги у нас на ширине плеч колени согнуты и дриблинг ведение перед собой так право влево короткий дриблинг начинаем вправо влево для юных флористов это будет очень полезно вправо влево сначала медленно начинаем потом ускоряемся все быстрее и быстрее взгляд стараемся смотреть вперед на мяч мы не смотрим смотрим вперед всегда чтобы в игре мы могли видеть площадку а мячик мы за мячом наблюдаем периферическим зрением взгляд вперед введение теперь убираем мячик пошире в левую сторону и в правую сторону раз шаг сделали два назад в правую сторону назад как можно шире убираем на вытянутые руки теперь то же самое упражнение только через короткий дриблинг ведем перед собой убрали ведем перед собой в другую сторону на вытянутые руки смотрим вперед эти упражнения необходимо повторять по 4-5 раз так следующее так же в стойке стоим ножки согнуты ведение на удобной стороне взгляд вперед на мяч мы не смотрим ведение на удобной стороне так начинаем медленно и быстрее 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 ускоряемся перед собой и на неудобной стороне так же перед собой на удобной стороне не забываем смотрим вперед вот вот тоже необходимо выполнять по 3-5 раз ведение убираем мяч за спину скручивая не один делаем так же ведем мячик ведем перед собой убираем на удобную сторону и за себя как можно дальше обратно и то же самое на неудобную сторону стараемся чтобы мяч улетал как можно режем теперь ведение у нас это было на месте теперь в движении перед собой короткий делаем несколько шагов вперед смотрим вперед так же назад вперед назад и повторяем это по несколько раз можно смотреть в разные углы комнаты тренировки в домашних условиях то есть правый угол пару шагов в левый угол в левый угол сейчас будет довольно распространенное упражнение восьмерки ставим фишечки или что дома найдете в данном случае это токейные перчатки ставим фишечки напротив друга и восьмерочка восьмерочка какие бывают ошибки во время выполнения этого упражнения частое перебирание мяча это очень долго и можно замешиваться то есть одним движением убрали и с другой стороны с другим движением убрали одним движением вот такое перебирание нам не нужно вот одним движением убрали так же в другую сторону и удобный это не удобно и так же вертикальное восьмерочкой Маунт горизонтальная, вертикальная восьмерка перед собой. То же самое, только придется убирать вперед руки, на вытянутые руки убирать мяч. Брали по третьему. В одну сторону восьмерка и в другую сторону. Тоже по несколько подходов, по два-три подхода. По одну в другую сторону. Следующее упражнение на владение клюшечкой, это перебрасывание мяча. Пусть и можно положить клюшки. Я в домашних условиях нашел такие палки. Ставим их друг напротив друга, ложим. И, то есть нам нужно с одной стороны перекинуть, с другой стороны поймать мячик. Два раза в одну сторону, два раза в другую. Катя меня отвечала на себя, подкидываем, в середине ловим. Подкинули, в середине поймали. Подкинули, поймали. Удобно и с неудобной стороны это пообяжелее. Клюшку пониже положим. И поднимаем мячик от земли. На себя покатили, подкинули. В серединке поймали. Вот такое очень хорошее упражнение. Тоже несколько раз выполняем. Дальше, когда мы уже более-менее научились вести мячик, держать его в крюке, делаем ведение по комнате в хаотичном порядке, двигаемся, перебираем мячик, смотрим вперед, вправо, поворотами, влево. И ведем его перед собой. Также убираем навыки внутри, руки в правую, в левую сторону. Очень простые упражнения, которые можно выполнять в домашних условиях. Смотрим, вопросы какие-нибудь задают. Так, каким флорбольным чемпионатом мимо российского вам интереснее всего следить? Ой, в мире очень много есть чемпионатов интересных. Это в Швейцарии, Финляндии, особенно в Финляндии, в Чехии, в Швейцарии, повторюсь. Вот, там очень быстрый и энергичный флорбол, потому что всем советую посмотреть. У них там много всяких разных лик, где показывают достойный флорбол. Так, дальше посмотрим. Что для вас самое сложное во флорболе? Во флорболе, если тренироваться, готовиться постоянно, там нет ничего сложного. То есть, мне нужна выносливость и работа. Только работать нужно постоянно, на тренировках, везде, в домашних условиях. Тогда ничего не будет сложного. Периферическое зрение, это развивать можно. Также, вот я сейчас показал упражнение, это ведение. Когда ведешь мячик перед собой и смотришь вперед. Перед собой ведешь, на мяч не смотришь. Так же ведение на удобности в стороне. Так же вперед, ведение назад. Так постепенно будет развиваться. И давайте расскажу вам немного про передачи во флорболе. Они практически такие же, как и в хоккее. Чтобы принять мячик, нам нужно клюшку-клюшечку назад убрать, чтобы смягчить передачи. Прием, мяки у нас. Отводим клюшечку назад. Вот мячик идет. Прием. Раз, прием. Вот это если вдруг сильная передача идет. Наверное, я покажу вам сейчас несколько финтов флорбольных, которые должны всех заинтересовать. Раз, прием. Раз, прием. Раз, прием. Раз, прием. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Флорбол это минимум травмы, он не травмоопасный вид спорта Потому что там не каф-хоккей, там минимум силовой борьбы Вот И минимум формы Для игрока достаточно шорты, футболка и клюшка Вот если есть еще вопросы, жду, с радостью на них отвечу Пока вам покажу еще пару флорбольных финтов Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну если нет вопросов, всем спасибо за внимание С вами был Никита Маслаков Я являюсь чемпионом России по флорболу среди мужских команд Вот И независимо от ситуации страны Тренируйтесь дома на открытых площадках Всем спасибо, удачи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok